Но сейчас будет самый сложный момент, дорогие друзья, потому что человек, который выйдет на эту сцену, он умеет все. Если бы она не была педагогом, то наверняка стала бы услышанным режиссером, дизайнером. Она прекрасный руководитель и очень-очень творческий человек. Вот я бы так охарактеризовала ее качество. Логика мечтатель однодел. Четкий выбор исследования своему уникальному пути помогает ей преодолевать все жизненные невзгоды. А мощный уровень энергии этого человека позволяет нам предположить, что он обладает своего рода сверхспособностями, но умеет вводить в транс. Шоковое состояние. Я сама на себе испытала это дважды. Первый раз, когда ее был подписан в приказ на моем назначении руководителем образовательной организации. Второй раз, когда пригласила меня сюда в качестве соведущей, за что я очень благодарна вам. Я понимаю, что вы еще так и не смогли догадаться, о ком я говорю, поэтому не буду позвонить. Я приглашаю на эту сцену, я договорю. Финалиста Всероссийского конкурса, учитель года России 1996, автора проекта ТВ-школы Ставрополья Врина Выбрала в нас, председателя клуба Талантливых учителей Ставрополья Сотружеского, помощника губернатора Ставропольского края. А передаю микрофон с мыслью Елены Петровны. Бог любит троицу, я даже переживаю. Вот очень часто встречаемся с коллегами, великанами сообщества. И как-то слушаю, слушаю, слушаю. И однажды возникло желание, ну, наверное, выйти на эту сцену, не как, вместе со всеми, но не как учителя французского языка, потому что, ну, это уже давно, это действительно было в прошлой жизни. Предмет все-таки надо приготовить, предмет надо каждый день систематизировать. А когда ты занимаешься уже другими, другими делами, то, наверное, надо делать какие-то другие выводы и что-то другое преподносить, и не просто вот к своему предмету. А предмет будет французский язык, а после меня преподносить Екатерину Алексеевну Филиппова. Я ее представлять не буду после себя, потом все расскажу о ней, как и что я ее буду делать. А сейчас, вот обратите внимание, пожалуйста, вот такая тема про, про смысл, про священие. Учителя, ну, когда-то же я была учителем. Руководителя, ну, когда-то тоже была руководителем, директором школы. Ну, а теперь чиновник от образования. Я взяла всего пять смыслов. Почему пять? Потому что оценка в школе пять у нас, пять. Можно три, можно два. Павел Ильич с письма нам сказал, что вот мама, жизнь, любовь, земля, родина. Вот эти смыслы, это тоже смыслы. Но вот те истории, которые я хочу вам представить, они дают, наверное, какой-то момент размышления и рассуждения. И вот хороший прием, Юлия Александровна нам его показала, вот с чем связаны эти три рисунка, допустим, на экране. Я не буду мысленно задавать вам вопрос и спрашивать, а чем, с каким смыслом или чем связаны те истории, которые я вам расскажу. Это информация для размышлений. И каждый будет находить на левом дне то, что он захочет находить. Итак, про смысл. На его гробнице, которая находится в римском пантеоне, написаны самые проникновенные слова, которые когда-либо относились к человеку. Здесь покоится великий Архангель, при жизни которого природа боялась быть побежденной, а после его смерти боялась умереть. Да, именно в этом здании нашел свой вечный покой 37 лет от роду великий художник эпохи Возрождения. Он родился 6 апреля 1483 года. В Страстную пятницу, в 3 часа ночи. Мальчик с красивыми женственными чертами лица очень рано проявил свою одаренность. К 17 годам он не уступал уже в работе великих мастеров, но за его труд платили очень мало. А в 20-ти годах он уже был, ну, по крайней мере, наравне с великими художниками эпохи Возрождения. Отсюда мой первый смысл и мой первый вывод. Оплата труда должна быть всегда соизмерима результатом труда. Рафаэля всегда сравнивали со старшими его великими мастерами Леонардо да Винчи и Микеланджи. Первый отличался широтой кругозора и глубиной мысли, второй – страстностью чувств. Рафаэль учился в ней. Нет, он не был их учеником, но он изучал их технику, их стиль и притворял это в своих работах. Его первые работы под Леонардо и под Микеланджио прекрасны. И отсюда мой следующий смысл. Учиться нужно у лучших, беря пример, но не копируя их. Всегда нужно быть лучшей версией себя. Леонардо уже создал тайную вечерину, а Микеланджио – знаменитую статую Давида. Но между ними словно кошка пробежала. И Рафаэль стал невольным участником этой ссоры. Когда учителя начинают выяснять, кто из них круче, всегда страдают ученики. И последние бывают намного мудрее. Они всегда стараются их примирить. Один из богатых людей в Флоренции заказал у Микеланджио и у Рафаэля портрет своей жены. И выставил это на всеобщее обозрение. Представляете, как льстило Рафаэлю быть наравне с великим мастером Микеланджио. Это как выпускнику педвуза и молодому учителю оказаться в компании великих. Шалла Монашвей, Евгений Ян, Ефим Рачевский, Андрей Спиридонов, он присутствует в нашем зале, аплодисменты. Алексей Егорович Шабалгас, бывший министр образования Старопольского правила. Александр Андреевич Колбаев, может быть, нашим завтра, кстати, с ним. Валентина Алексеевна Медведева. Я бы хотела, чтобы вы сами свой список ваших учителей продолжили. Отсюда третий смысл. И он и правил. Школа – это замечательное место встречи разных поколений. Здесь присутствует и авторитарная педагогика, и гуманистическая. Здесь присутствует и молодость, и умилённые сединами. Ведь школа – это срез самой жизни. Конечно, Рафаэль пригласил на показ своей картины Леонардо да Винчи. Но тот отказался. Сославшись на то, он испугался за молодого, юного дарования, что Микеланджело обязательно устроит скандал. И не захотелось, чтобы вот мальчик портили настроение. И Леонардо не пришёл. А Микеланджело пришёл. И, естественно, он пытался уколоть молодого Рафаэля в том, что у него стиль и подражание Леонардо. На что Рафаэль, опустив глаза, заметил. Никогда нельзя пренебрегать уроками великих. Это помогает подмастерью стать впоследствии мастером. Микеланджело растаял от этих слов. И потом всегда говорил, что Рафаэль это чудо природы. Он работает, как папа Карло, 24 на 7. Кстати, два друга, потом поберились. Отсюда смысл номер 4. И он для меня очень значимый. Поддержка и похвала учителя великое педагогическое действие не делать за ученика, а поддержать его в его начинании. Когда-нибудь возможно в свете нынешней ситуации вам удастся попасть в Дрезденовскую галерею, где находится знаменитый шедер Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Мы понимаем, что это рисунок, что это неживое, хотя обратите внимание на глаза Марии, печальные, грустные глаза, которые смотрят вовнутрь тебя. Это глаза самого Рафаэля. Рафаэля, который не смог дождаться, не смог увидеть ни в одном из своих учеников того величия и совершенства, о котором он мечтал. И это так же бывает в жизни. Я бы хотела, чтобы мы с вами из эпохи Возрождения, от даты рождения Рафаэля, 1483 год, перенеслись на 100 лет назад, 8 сентября 1380 год. Историки, напомните мне, что это за Куликовская битва. Абсолютно верно. Спасибо, Господи. Куликовская битва. Дмитрий Донской созвал войско на решающий бой, решающее сражение с Золотой Ордой и князем у Ихана Мамая. Многие откликнулись. Но в первых рядах прибыли на это сражение белозерские уцы. Уцы, князья, которые имели все. И Злата, и Серега, и Миха, и Семьи, и Избы. Они приехали на конницы в первых рядах. Заранее знали, что конница идет всегда в авангарде и они обречены. Так вот, в память о белозерских купцах на Тульской земле, там, где проходило это сражение, стоит маленький памятный знак. Маленький памятный знак, на котором начертано память о белозерских купцах павших со своей дружиной на Куликовском поле. А теперь внимание за что? За землю русскую, за веру христианскую, за то, чтобы старики рассказывали, а молодые помнили. улица улица Таваторцев, Таваторцев, краевой столицы и памятная стела Таваторцев. Когда вы будете подъезжать в наш город Ставрополь со стороны Кавказских минеральных вод, это приезд, поклонитесь, склоните голову в память о тех, кто когда-то отстоял в нашей столице от фашистских захватчиков. Это были казаки, Таваторы, казаки, конница, генерал, генерал Таватор, который погиб, герой Советского Союза, который погиб в 1941 году. Они сражались за Москву. Когда они узнали, что будут участвовать в танковом сражении, они расседлали своих коней и с гранатами, с коктейлями Молотова легли под танки. Олег Геннадьевич Парамонов, который присутствует также в нашем зале, однажды в телефонном разговоре сказал мне о том, что он написал стихи, посвященные герою Таватора. И это был короткий разговор, я ему сказала, Олег Геннадьевич, когда вы будете в нашем городе, мы обязательно с вами будем около этой стены, и вы эти стихи прочтете. И это видео имеется у меня вконтакте, можете на моей страничке зайти и в телеграм-канале. Эти стихи читает Легенач Парамонов. А сегодня я бы хотела попросить у него разрешение начать читать их, а он продолжит, чтобы мы прочитали письки. Уж так случилось на реку, шли под Москвой в Атану, на каждый танк по казаку, на казака по танк. Смирившись с участью своей, казаки, как могли, своих расседланных коней для жизни берегли. Они легли среди полей, чтоб мы седлали чаще осиротевших лошадей, подкованных на счастье. И мой пятый смысл. И все-таки идеология от слова идея. Идея как форма общественного сознания, как составляющая часть культуры, направленная на идеи все-таки гуманизма. И почему я взяла именно этот смысл? Потому что вы все прекрасно знаете слова великого Львая Николаевича Толстого, фотографии, которую мы сегодня уже видели и вспоминали о нем, который однажды сказал, страна, забывшая свои традиции, свою историю, свою культуру и своей национальной герой обречена на мир. Я благодарю за эти истории Андрея Владимировича Андрея Успенского. Андрея Успенского абсолютного победителя из российского конкурса «Учитель года России» 2006 года, который однажды на летних школах давал урок по памятному знаку на Куликовском поле. Я этого урока не видела. Здесь Ирина Анатольевна присутствует, Фоменко. Она мне только рассказала об этом уроке и о памятном знаке. Но Google нам всегда в помощи социальной сети всегда нам в помощь. Я тоже для себя узнала, что за памятный знак и почему он так тронул Андрея Успенского. Ну и конечно я благодарю Олега Геннадьевича Парамонова за такие проникновенные стихи, посвященные героям России Доватор. Спасибо за идеи, спасибо за вдохновение, спасибо за возможность быть сопричастным к истории, традиции нашим великанимом братства. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ